Привет, зритель! Пугачева попрощаться с Кобзоном, ведь отношения между ними длительное время были напряженными. Примадонна пришла попрощаться с Иосифом Давыдовичем в черной шляпе с огромным букетом цветов, прихватив с собой Максима Галкина. Но от комментариев в прессе категорически отказалась. Нет, нельзя. Несколько слов ни сейчас, ни потом. А за несколько часов до панахиды на своей странице в социальной сети Инстаграм, она опубликовала фотографию совсем молодого Кобзона и подписала «В моем сердце ты останешься таким. Прощай». Отметим, что до этого момента Пугачева так и не написала ничего в соцсетях по поводу смерти Кобзона. От имени семейства прощальные слова написал Максим Галкин. Это заставило многих предположить, что на похороны певца Примадонна не приедет. Примадонна не стала произносить речь, как это сделали некоторые ее коллеги, например, Григорий Лепс, Александр Розенбаум. Она проследовала гробу с букетом красных гвоздик, а потом заняла место рядом с Нелли Кобзон и космонавтом Валентиной Терешковой. Анализируя историю взаимоотношений Пугачева и Кобзона, нужно отметить, что певицей есть за что быть благодарной старшему коллеге по цеху. Когда Пугачева была совсем юной в доме звукозаписи на Качалова, Кобзон уступил ей время, чтобы она записала песню «Робот», первую в ее репертуаре, которая обеспечила ей появление на всесоюзном радио. Спустя много лет Кобзон говорил, что запомнил певицу синюшной, худенькой и бледной и конопушках. Осенью 1974 года, во время всесоюзного конкурса артистов эстрады, Кобзон был членом жюри и активным сторонником того, чтобы Пугачева оказалась в числе лауреатов. Это позволило ей потом поехать на конкурс «Золотой орфей». В 1979 году Кобзон помог певице получить квартиру на улице Горького. Однако спустя многие годы их отношения испортились. Помирились они лишь на 75-летие Кобзона. Потом Пугачева присутствовала на серебряной свадьбе Иосифа и Нелли Кобзон, а также участвовала в юбилейном концерте певца. На праздничном банкете произнесла короткий тост. «Желаю вам 100 лет жизни. Ваша семья совершенно чудесная, очаровательная, и вы всегда будете являться для всех поколений эталоном артиста, человека, семенина и, конечно же, мужчины». После этого конфликт между звездами был исчерпан. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на канал.